всем привет сегодня мы с бабушкой раи снова колдуем на этот раз у нас маринованный кизил с двумя разными маринадами кому интересно оставайтесь с нами первую очередь стерилизуем баночки дальше у меня здесь омбало болотная мята вот надо ее хорошенечко промыть обдать кипятком чтобы не было пылинки никакой можно ее заменить обычной мятой вот вот это болотная мята у нее какой-то специфический вот запах не совсем похоже на обычную мяту более насыщенный но если вы ее не найдете можете заменить обычной мятой можете ее вообще не класть добавляем баночку вот эту болотную мяту дальше один листик лавровый дальше 1 чесночок зубчик несколько горошин черного перца и заполняем наш кизил заполняем слегка стряхиваем чтобы не образовалась пустот выбираем кизил а бы обязательно нужен вот крепкий такой твердый можно даже немного неспелый чем вот переспелые нельзя мягкие сюда не подходят заливаем кипятком ждем 10 минут через 10 минут сливаем еще хочу сказать что кипяток не совсем такой крутой кипяток но такая горячая вода резко вот если отдать слишком крутым кипятком могут наши вот ягоды треснуть слили эту воду в сотейник добавляем туда две чайные ложки сахара и полторы чайные ложки без горки соли соль крупная без йода для консервации ставим на плиту доводим до кипения убираем с плиты добавляем одну чайную ложку уксусной эссенции 70 процентов все перемешиваем и заливаем нашу баночку у нас вот немножко разлилась вода когда сливали поэтому с чайника слегка вода дополняем сверху чтобы вода была полностью кизил был полностью погружен воду сразу закрываем крышка крышка горячая закрываем плотно и переворачиваем посмотрите ни один не треснул теперь второй вариант баночку кладем один лавровый лист один чесночок одну веточку петрушки баночка у меня не 500 граммовая где-то вот 450 туда же сельдерей горошек черный перец и заполняем кизилом так забыли про веточку сушеного укропа только не там где верхняя часть зонтик а вот нижняя часть стебли и сверху заполняем кизилом вот отбираем только самые крепкие также заполняем горячей водой вода не крутой кипяток а вот горячая вскипела где-то минуты 3-4 отдохнула вот такая вода закрываем оставляем на 10 минут это мы делаем для того чтобы когда мы будем второй раз заливать крутой маринад чтобы от резкого перепада температуры не треснули вот ягоды дальше через 10 минут сливаем снова в сотейник точно также добавляем две чайные ложки сахара полторы чайные ложки соли ставим на плиту даем маринаду закипеть пока закипает маринад заливаем баночку ровно половину винным уксусом на самом деле с этим маринадом можно зелени не добавлять вообще если вы не хотите то есть лавровый лист чеснок и черный перец горошком хватает зелен просто как бы добавлять немножко аромату на вкус она особо не влияет сверху заливаем маринадом из того что в баночке уксус холодный а маринад горячий маринад быстро остынет поэтому мы как только закроем крышкой перевернем и накроем одеялом чтобы она остывала медленней в первом варианте можно и так оставить а вот этот вариант лучше накрыть чтобы крышка лучше схватилась мы сделали для вас два вида маринования оба варианта очень вкусные вы уже вы можете сделать оба и уже потом посмотреть какой вам больше понравится в дальнейшем делать только один из них надеюсь вам все понравилось на у нас все всем удачи и люблю всех пока пока